Девушки отдыхают Привет, спасибо, что согласились прийти в это шоу со своими постыдными историями. Но судя по тому, как Тимирлан одет, ему уже нечего стыдиться. Возможно, у кого-то вопрос, типа, а где Тимирлан? Вот он. Я понимаю. Это не Олег. Не Семен. Я наполовину казах, наполовину итальянец. Хорошо? Да, бонжорно. Как из итальянской рубашки только. Да, спасибо большое, что пришли. Моряка, отдельное спасибо, что согласилась вынести свою постыдную историю на широкую публику. Для людей, которые заплатили 2000 тенге за билет. Смотрите, суть шоу. Вы сегодня рассказываете свои постыдные истории, когда вам было... Что это такое? Давай я подержу. Просто если я буду вот так сидеть, будет... То есть никто не сможет сесть к тебе на колени. Ага. Все? Ничего страшного, что я с этой... Нет, здесь все так сидят. Суть шоу. Вы сегодня рассказываете какие-то постыдные истории, когда вам было максимально стыдно, неловко, кринжово, когда вы хотели провалиться под землю. И когда потом подходили к друзьям и говорили, удали, пожалуйста, удали это видео, удали эти фотки. Потом мы выясним, кто из вас рассказал самую не... максимально лайтовую историю. И тот проиграл, соответственно, и выполняет задание, которое вытягивает у нас здесь из карточек тот человек, который победит в этом баттле. Вот. Все в целом понятно. Я вначале тоже немножко расскажу какую-нибудь историю, где мне было неловко, чтобы просто я не сидел такой здесь весь. Молодец. Вот. Короче, мне нужно историю рассказать. У меня есть случай. Он... 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 постыдный максимально. Ну, с кем не бывало, кто не писался. Кто-нибудь писался? Нет. Короче, смотрите, я однажды худел. И мне, соответственно, нужно было очень много воды пить. А... и очень много ходить по улице. А, так это делается? А, все, все. А... как вы знаете, вода по физике, она всегда находит выход. Всегда. Да. Она как-нибудь выйдет. И я столкнулся с тем, что у нас вообще люди не впускают... некоторые заведения не впускают к себе в общественный... ну, просто в туалет. Ты приходишь туда и говоришь, можно я в туалет? И они говорят, нет. Возможно, только тебе так говорили. Мне всегда пускают. Да, может, я уже об Остон и приходил. И они такие, нет. Пожалуйста, у нас приличное заведение. Это Ридскалпуль. Пожалуйста, выйдите. Да. И это максимально тупо, потому что ты находишься в таком положении безвыходном. Ты просто... Они говорят, это только для посетителей. И ты говоришь, блин, я у вас сейчас все куплю, пожалуйста. Я все в ипотеку оформлю, пожалуйста. Просто запустите меня туда. И я, в общем, ехал на прямой эфир одной компании. Они попросили меня провести. Памперс? Я ехал... нет, не памперс. Расслабители и таблетки. Было бы хорошо, если бы памперс. Я еду за рулем и, получается, пью воду. И я решил, а эта студия находится где-то в жопе мира в Астане. И, получается, я еду и попадаю в такую жуткую пробку. Знаешь, где ремонт делают на дороге? И тут меня приспичивает. И... Ну, а вообще, когда ты хочешь... Ну, наверное... Замечали такое? Когда ты хочешь в туалет по-маленькому, тебя мозг начинает обманывать. Знаете, когда ты идешь по улице и где-то вдалеке видишь свой дом, и твой мозг такой, кажется, мы пришли. И ты говоришь, нет, 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 нет. И он такой, нет, мы пришли. Начинаю обратный отчет. Десять, девять, восемь. Я, короче, очень долго терпел в пробке. И потом я уже вижу, там студия. И тут мне сильно-сильно приспичивает. Прям сильно. А я один в машине. И... Первая мысль, которая мне приходит, это взять пустую бутылку. В кино то, что показывают, это... Это пи***ш. Но я об этом не знал. А что за кино ты смотришь? Я не видела такого в кино. Ну, вот это, вино в бутылке. Нет, тупое еще тупее, например. Ну, тоже, хотя пример выбрал бы. Я еще тупее, короче. Я еду, и вот встаю в пробке. Вот уже вот, 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 нет, чуть-чуть подождать. Но меня просто мозг давит на этот мочевой пузырь. Я беру эту бутылку. Уже, знаете, когда ты... Уже вода, она через пот выходит уже частью. Вот так в тряске. Я подставляю бутылку. А... Происходит следующее. Представьте, вот, приезжает пожарный, они вот так кладут шланг и включают на полную мощность напор. И он вот так... Я вот так за рулем. И рядом стоит автобус. Я просто... Первое, что мне в голову приходит, я же, типа, узнаваемый человек. Я первое, что беру, я просто беру маску и надеваю маску. И сижу вот так вот. И в итоге, ну, я чуть-чуть, как бы, давление приспустил. Знаете, как... Знаете, когда газы... Когда открываешь колу, и такой... И закрыл. И я, получается, вот так вот еду и думаю, блин, я же сейчас вот... И мне звонят и говорят, вы рядом уже? Я такой, да. Я начинаю искать, а где здесь, может, магазин одежды, что-то такое? А там нет ни хрена, это жопа мира. И они говорят, давайте быстрее. Я такой, да, здесь уже все собрались. Это настолько жопомир, что там все так ходят, как ты, да? Здесь уже все собрались. Все обожают. И я подъезжаю, и я не знаю, что делать. И первое, что мне приходит в голову, это... Ну, у меня просто стоял Red Bull закрытый. И я такой, типа, при них открою этот Red Bull. и типа, я обрызгался. Я иду и взбалтываю этот Red Bull максимально. Я иду и... Понимаете, ты попал в эту ситуацию, там уже у тебя мозг не так работает, типа, аналитически. Он такой, давай вот так. Вот тебе вариант. Вот это сделай. Я иду вот так взбалтываю и вот так вот открываю при входе. А он, сука, он просто вот так... И я просто иду и просто такой... И захожу туда, и там меня встречает менеджер, и такой, как мы вас ждали? И я говорю, здравствуйте. Это я просто облился. Они не спрашивали, что у меня там... Я просто так неловко я облился. Ой, какой я неряха. И захожу в следующую комнату, а там, блядь, телевизионные камеры, стоят журналисты, просто несколько телеканалов, и они говорят, дайте интервью. Просто говорят, сейчас вот это мероприятие, дайте интервью. Я стою, и... А у меня вот здесь, вот здесь, вот... Я просто перед тем, как им сказать, я им даю интервью, а у меня, короче, после... Я не знаю, после армии у меня очень плохо работает обоняние. Я не чувствую запахи вообще. Вообще не чувствую. И мой мозг теперь включает другую программу, он говорит, а прикинь, ты пахнешь. Я даю интервью, и знаете, вот когда... Вроде человек, он... Он не то, что там не улыбается тебе, он просто вот так стоит, но у меня в мозгу... Мой мозг говорит, смотри, он, блядь, догадывается. Они все знают. Да, меня спрашивают про мероприятие, я такой, да, что-то отвечаю, очень отвлеченно, но в моей голове, типа, они все знают, они сейчас про это снимают сюжет. Они все в том автобусе были. В итоге, получается, я провел этот прямой эфир и поехал домой. Но это было ужасно, мне было максимально стыдно. Может быть, может быть, эти люди просто были очень воспитаны. Ну, и, может быть, они все поняли, потому что мы больше с ними никогда не работали. Прям легче стало, когда я рассказывал. Я теперь, когда ты будешь, ты говоришь, мне легче стало, я такая... Да, я поэтому, я сейчас часто сталкиваюсь с тем, что в заведениях не пускают. Я считаю, нужно правило сделать. Если тебя не пускают какое-то заведение в туалет, ты имеешь полное право обоссать им кольцо. Я считаю так. После этого случая у Галлама всегда в машине бутылка с широким горлышком. Э, воронка. Да, спасибо большое. Теперь давайте перейдем к вашим историям. Кто расскажет первую постыдную историю? Могу я. Давай. Давайте я начну. Всем привет. Привет. Мадина Байболова и ее постыдная история. У меня сестра-близнец Зарина и нам было по 15-16 лет. И нам отец дал задание. Он нам дал сумку с деньгами, полную сумку денег, и нам нужно было ее довезти до Алматы, в Алматы принести. В смысле вы... Это начало фильма... Начало фильма «Перевозчик»? И... Мы... Вы жили в ГТА? Да, нам потом деньги вот так прибавились. И... Короче, мы поехали на поезде, и я до сих пор думаю, у нас была сумка денег. Почему мы... Почему не самолет? Да, два дня ехали на поезде. В жару. Из Павлодара. Из Павлодара. Два дня мы ехали. Полторы тысячи километров. Возможно, как будто наш папа такой... Э, их все равно убьют. Что тратиться? Ну, как будто бы доехали, и детонатор взорвался. Чтоб мы никому не рассказали потом. Он просто не нашел дешевый авиабилет на aviasales.кз. Ему никто не рассказал. Да. И, короче, мы приходим в купе. У нас еще был, блядь, какой-то рейс поездный прям. И... Мне дали сумку. Да, ты им тоже рассказываешь? Дали сумку. Всем вам рассказываю. Дали сумку. А я невероятно ответственный человек. Я вот как мне дали сумку, я вот так два дня и ехала. Вот с такой рукой. То есть ты не выпускала? Да, вот так. У тебя просто здесь были вот так цифрыки, ты так их... Да-да-да, до такого. И, короче, мы заходим в купе, мы ехали в двухместном купе. И я на верхней полке, и Зарина на нижней полке. И в соседнем купе был аташка с апашкой. Они ехали в соседнем купе. И дедушка был почему-то парализован. И он... Почему-то? От такой суммы денег в сумке. Такой выбор человек сделал. И он ехал на нижней полке. А Пашка, соответственно, на верхней была. И я лежу в купе. Зарина пошла в туалет. И заходит Апашка к нам в купе и говорит, ну, типа, я не могу залезть на верхнюю полку, можно я поменяюсь? Это постанова. Что за банда бабушка и парализованный дед? Да, я тоже такая, это очень странно. Гастролеры. Вдруг она нас выскорила, да, и это какой-то агент, и там она маску снимет, и там кто-то другой. Я ей отказываю, короче. А Зарина в туалет пошла. И Зарина возвращается с туалета к нам в купе, проходит мимо этого купе, а Зарина такая, добрый человек. Она не как я, мразь. И она заглядет к купе, ну, знакомится, спрашивает ситуацию и говорит, а что вы в наше купе не пойдете, не поменяйтесь? Она же не знает, что я ей отказала. И бабушка на нее смотрит, типа, ну, типа, для нее же мы один человек, просто, блядь. Просто с раздвоением личности, блядь, которая не может определиться с решением. И она, знаешь, уже вот так вот, одной коленкой вот так. Да, да, да. И она призадулась, может, не стоит, я на нижний доеду. И они меняются, ночью, у нас ночной рейс, они меняются, а я на верхней полке, и я всегда в дороге надеваю маску и беруши, потому что я очень чутко сплю, и я ненавижу, когда меня будят. Я сплю там, в маске, в берушах, и ночью, блядь, начинается какой-то невероятный храп, знаете, вот этот храп, когда, как будто человек и храпит, и орет одно время. Вот это был. Надо дрель просто. Я просыпаюсь, думаю, а Зарина не храпит. Я думаю, что она прикалывается, потому что я невероятно злюсь, когда меня будят, когда мне мешают спать. И я такая… Зарина завязываю, короче все!!! Она… Дальше еще… Тебя ниже еще набирает оборот? Она как будто дрова подкидывает внутрь себя. И это причем еще, она переваливает за громкость поезда. Да, да, да. То есть сам поезд громкий, и она еще сильнее. Да, она в какой-то момент, а-а-а, я буду дальше храпеть, вот так вставляет еще. То есть люди на станциях стоят и там, а-а-а. Да, да, да. И, короче, я думаю, что за фигня, а я невероятно, я думаю, все, Зарина, заколебала, все, хватит. Она продолжает, и я спускаюсь, невероятно, я прям спрыгиваю с верхней полки. И я вот так... Ты что, сука? И вот так... Вы еще этому хлопаете? Я еще на бокс ходила, я знаю, что надо корпусом вкладываться еще. У меня рука потом болела. Я не просто удар, я уебала прям, знаете, я, блин, там хлопаю. Лапок был, знаешь, как будто конфетти взорвали. Я представляю, в соседнем купе дедушка такой дааааа. Даааа. Да. И она встаёт, я вижу по силуэту вот это Низарины. Я включаю свет, и мы друг на друга вот так, нет, в кей-то в каком она на ахере? Я ей сначала отказала, потом сама предложила, блядь, и… И ночью, да, блядь. Я смотрю, и она на меня вот так смотрит, я блядь, а пак, еще раз вы… Я еще говорю, блядь, я же вам отказала. И, знаешь, я еще такая, как будто… Ешь, дядя рассказала… Я же тебя предупреждала, как будто дальше… И я начинаю догадываться, смотрю в соседнем купе, азарина, блядь, спит, дедушка тоже не подозревает, что его… Его жену отшлёпали в соседнем купе. И я такая… Я начинаю понимать… Не, прикинь, ты заходишь, а там просто Зарина дедушку бьет. И у тебя спрашивают, ну что, ты свою побила уже? Да. И… Ну, мы… Я потом ей объясняю, понимаете, мы просто близняшки, и они тоже начинают понимать. Мы начинаем смеяться. Она все это время прикладывает лёг. Не, вот так. Я просто… А ты её по копе ударил? Я не случайно… Я прям по жопе… Знаете, я прям… Прям… Прям что она такая… Ещё… Да. И… Мы начинаем… Я объясняю… Нам еще сутки с ним ехать… Но самое главное, она не храпела потом больше. Мне кажется, она вообще… А мне кажется, она такая… Ах… Вот так спала… И… И потом… Ну, мы с ним сутки ехали, всё мы это вспоминали, смеялись… И… А ещё смешно было, что дед парализованный, но когда он эту историю услышал, он такой… Он реально рад был, понимаешь? А вы такие, да? Вы такие… Да, сильнее! Спасибо большое тебе за эту историю. Реально, очень искренне… Мне кажется… Мне кажется, мало кто мог бы признаться в таком… Что он… Но самое главное, мы отцу рассказали, он очень сильно смеялся, мама такая… Надо было внимательнее, отец такой… Это движение от отца у тебя, да? Да, да, да. Да, я, кстати, заметил такую вещь, что когда отец в семье шутит… Но это всегда какие-то странные шутки. Я сейчас просто отец в семье, но я… Ну, у меня нету сыновей, чтобы они такие… Да, батя! Ну, поэтому я иногда шучу… И… Мне потом самому неловко, потому что у меня дочки такие… Пап… Я такой, что это смешно же… Да, так, пожалуйста, кто расскажет следующую историю? Тимирлан или… Могу я начать? Ну, придется… Давай… Давайте поаплодируем Малика Иксо Иксо и ее последняя история… Всем привет! У меня история не такая длинная, как у тебя, но она немного похуже… Я иногда… Ты душила бабку? Я иногда лежу и вспоминаю, и понимаю, какая я ужасная была… Вообще, кто-то заметил, что у меня есть пару лишних килограмм… Вы думали, это оптическая иллюзия… Это спасательный круг… Вы думали, это образ… Да… И что вообще про детей говорят? Что… Дети… Святые жизни… Нифига подобного… Дети – это самые жестокие люди на планете… Ну, мы все знаем… Через буллинг… И бьют бабушек в поезде… Например… И… Что-то уже забыла, что хотела сказать… Сейчас я вам расскажу… Ольга, если срок по УДО не прошел, можно не рассказывать… Нет… Там все нормально у меня… У меня все всегда нормально… Короче… Это ужасная история, честно… Если вы меня забросите помидорами… Я этим поступком вообще не горжусь… Иногда просыпаюсь в холодном поту… И думаю, какая же я вот… Была дура… Ненормальная… Рассказываю… Ну, все понимаем там принципы школы… Если не ты кого-то, то тебя заболят… Угу… В школе… Нет-нет, меня булили… А вот… За школой… Когда я уже ездила в лагере… У меня была такая хитрая идея… Подмазать какой-то красивой девчонке… Стать ее подругой… Чтобы меня не трогали… Так оно и случилось… Типа… Айжана Семова… Ну… Айжана очень красивая… Айна Сэс… Вот она… Нет-нет… Есть же такие вот выскочки… Еще тогда была эра… Эмма… Готов… Вот эта вот вся тема… Кстати, где они все? Умерли, наверное… Эра… Эра… Вымерли уже… Все… Эта история не про то, как ты истребила… Нет-нет-нет… Эта история хуже… Мне было лет 13 или 14… Я еду в лагерь… Угу… Чтобы вы понимали… Дети моего возраста… Ехали в тот момент в лагерь… Чтоб побухать и покурить… Было такое… Да… О-о-о-о… Мне кажется, в эти лагеря… Мне нравится… Здесь очень интересная аудитория… Бить взрослых… Конечно… Бухать в лагере… Давай… Эмм… Так вот… А это сколько лет было? Лет… С тринадцати… Тринадцать… Ну… Я не говорю про себя… Говорю про детей… Это они… Да… Конечно… Про них… Это какой-то особенный лагерь… Просто какой-нибудь… Приезжаешь и там… Покуришка… И… У меня собралась какая-то там компания… И я встретила там… Я вообще ненавижу… Когда вот я с людьми знакома… Потом он проходит… У меня вот такой вот тупняк случается… Когда я хочу сказать привет… А он вот так вот на тебя смотрит… Типа он никогда тебя не знает… Я встретила такую девочку… С которой я занималась танцами одно время… Угу… Она на меня в хуйню упирала… Вот типа не смотрела… Вот на меня… Она трансгендер? Нет… Ха… Я думаю… Я с ней поздороваюсь… Она на меня не обращает внимания… Думаю… Ах ты сволочь… Что-то у меня на нее зуб точился… Угу… А ты как поздоровалась? Привет или… Возможно… 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 В общем… Эта девчонка как-то неправильно поступала… Это еще там с другими ребятами… И тут у меня созрел… Не давала бухать… Давала бухать… Да… Становилась утром на зарядку… А вот эта стукачка… Ты как будто… Да… Ты как будто… Она не наша была… Не наша… Понимаете… Но она вообще должна была в другой лагерь ехать… Да… Ты как будто плохую килинку описываешь… Что она тебе солем не дала… Потом… Я не знаю… Как этот план у меня просто вот так вот… Случился в голове… В один прекрасный вечер… В одну прекрасную ночь… Мы с вот этой вот девчонкой… Подумали… Потому что прикольно будет… Взять… И что-то сделать… Но что-то сделать… Это не намазать ее пастой… Чтобы вы понимали… Мы взяли ее обувь… Мы взяли ее обувь… Ужас… Я так нервничаю… И убили ее… Мы забили ее… И езжи ботинками до смерти… Еще раз говорю… Извини… Это девочка… Если ты видишь это… Мы взяли… Она все-таки трансгендер… Что вы поняли… Мы по ночам не спали же… Ага… Мы же гудели… Тусовались… Общались… Мы тут решили… Ааа… Это не была ее обувь… Прикиньте… Мы решили взять просто обувь… Чью-то… Отнесли на улицу… Пошли с ней вместе… В темень… И такие… В чем? В темень… Темно… И такие… А давай нас сын туда… И вы нас сали… Да я между сукунами какими-то сижу… Прости… У вас не было бутылки? У нас был хаосик… У нас был хаосик… У нас был хаосик… Блядь… Унитаз есть за парень… Туда ходить надо… Нет… Я был в таких обстоятельствах… Прости… Мне было тринадцать… Я не горжусь этим… Мы подумали, что это прикольно… Мы на сали… Ей ботинок… Она вправый… Я влевый… Отнесли… Поставили обратно… Наступает следующий день… Конечно… Утром… Будет… И говорят… Идите на зарядку… А у нас тут девчонок… У всех месячные… Знаете… Мы такие… Мы не можем идти… Это не для нас… Там даже семилетка такая… Ну вот она… Я с ними синхронизировалась… Я с ними синхронизировалась… О, грудь набухла… По итогу… Оказалось, что это ее обувь… И естественно, она тот человек, который ходит на зарядку… Угу… Она берет обувь… Но с тех пор она не ходит… И подожди… Она берет вот так вот обувь и говорит… А что она тяжелая? Он… 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 Не знаю… Он говорит… А что она мокрая? Я так… Ну типа… ХЗ вообще… Что такое… А кто ее надевал? Говорит… Кто в ней спортом занимался? И мы такие… Это кто-то потел в них? Я такой… Слушай… Вообще… Вот она вся история… Но мне очень стыдно за это… Она потом надела… Она надела и пошла на зарядку… Зато я честна с вами, ребята… Ужасная история, да? А она не узнала, да, что это вы? Нет… Сейчас она узнает… Через 10 лет она брала интервью у Гала Макали Акбарова и почувствовала запах своей обуви… И такая… Вау… Ну спасибо тебе, что ты… Я потому что не знала, что рассказать… Это иде… Либо там вот… Я не могу рассказывать истории своих друзей, потому что они чересчур… Ну… Они еще хуже… Они еще хуже? Они сразу в оба ботинка делают? Да… Окей… Ну… Нет… Реально, спасибо тебе большое… Да… Было тяжело тебе рассказывать, это видно… Спасибо большое… Очень тяжело… Ну-ка похлопайте… Главное, у нас сегодня такая аудитория, а не… На твоей стороне… Но… Саспенс ты нагнетала очень круто… Клянусь… Я до последнего момента хотел узнать, кто убийца… Я… Я ждал, когда этот сериал кончился… Да… Ну… А у вас не было мыслей просто сказать… Показать на какую-нибудь кошку и сказать «Она»? А там и кошек нету… Мне кажется, мы их кушали… Ну вот такой вот там лагерь был, извините… Хорошо… А зарядка – это вот кошек ловили… Нам на обед… Чтоб завтракать чем-то было… Так, да… Давайте поаплодируем… Маляка Иксой… Последняя история… И у нас на очереди… Тимирлан… Тимирлан… Который выглядит как Семен… Жолдывай… Я казах… Вот крест… Я… Слушайте… Я… Я никогда не умел… У меня такая история о том, что я никогда не умел быть наглым… Мне никогда не хватало наглости… И… У меня так жизнь складывалась, что как только я проявлял какой-то… Хотя бы даже не зная человека, либо не со зла, не уважения к человеку… Мне моментально это аукается… Я не знаю, как так… Вот, например… У меня мама – это самый наглый человек на свете… Я клянусь… Я… Я хочу быть так… Вот… Маленькую историю расскажу… Маленькую… Мы однажды с ней ехали по Рыскулова… И заехали под мост… А под мостом нельзя поворачивать… Мама в крайнем правом ряду… Я с ней… Она… И она в какой-то момент решила… Что по крайнему правому ряду ехать негламурно… Она решила перестроиться… И она поворачивает налево… И таранит другую машину… Вот кто в ГТА… А, поэтому ты так одет… Майсити… Вот это… У меня же мать с Грув Стрит… И мама таранит машину очень долго… Неприлично долго… В смысле? Она продолжает ехать… И у нее машина на капоте… Да… Она… Она бочину вот так таранит… А если вы попадали в аварию… Вы знаете, что… Буквально две секунды… Вот… Щелчок произошел… Две секунды… И вы уже… Как бы… Вышли из шока… А она все сидит… Держится за руль и говорит… Я не знаю, что делать… Я не знаю, что делать… А я уже спокойно сижу… Вот этот человек… Который вот так вот сбоку… Вот так вот смотрит на вас… И такой… Ну что-то сделайте… Не… Он вот так смотрит… И такой… В этот момент… Но… Это… Это типа на меня отсылка… И вот так… Бутылка взлетает… Знаешь, как в фильмах… Выйти на Тарантино вот так… На окно… Да-да-да… Но… Это происходило настолько долго… Что я уже просто потерял интерес к ситуации… Я… Ты просто такой… Ну… Сколько можно уже? Я говорю… Просто ногу убери с педали… И все закончится… Она таранила… По моим подсчетам… Где-то восемь секунд… Где-то восемь секунд… Балдежного тарана машина… Я не знаю… Мне очень понравилось… И мы закончили таранить машину… Ну… По графику… И… Мама сидит и держится за руль… Ну… Она на измене… Она сидит и говорит… Я не знаю, что делать… Я не знаю, зачем я это сделал… Я не знаю, что делать… Я не знаю… Я не знаю… Надеюсь, тут камер нету… Спасет, думаешь… И… Она выходит из машины… Идет к той машине… Я выхожу из машины… Просто стою за машиной… И я… В моменте… Вижу… Что у мамы… Лицо… Из… Человека… Который… Только что… Четыреста раз сказал… Я не знаю, что делать… Превращается… В лицо… Льва… Она вот так вот… Посмотрела на машину… Вышел… Второй водитель… В которого мы врезались… Она на него вот так вот смотрит… И говорит… Ты оху… Что ли… И тот реально оху… Я стою… Думаю… Ты что делаешь? Ты тоже оху… Стою… Смотрю на пацана… Он потерялся… Он говорит… Извините… И я направ… Я обхожу машину… И вижу… Почему у нее… Возникла эта уверенность… И… Нахальство… Во взгляде… Она настолько… Она настолько долго… Таранила машину… Что мы выкинули его… На другую полосу… И со стороны… Казалось… Как будто… Это он в нас въехал… Теперь он нарушил правила… Нет… Возможно… Специально его и двигало… Да… И теперь он такой… Я не знаю, что делать… Я… Я же примерно… Я понимаю, что мама виновата… Но я же не могу сказать… Мужик не верит… Она отца тоже так обманывает… Нет… Мне надо… Мне надо за маму как-то… Ну… Все равно горой стоять… Но я неуверенной горой стою… Если меня спросят… Я расколюсь… Да, ты чё… Оху… Вот так… Вот так я стою… И… Если вы подумали… Что это верх наглости… Спешу вас расстроить… Мама кидает оценивающий взгляд… На машину… И говорит… 80 тысяч давай… Я уже красный от наглости… Мне самому… Мне так обидно за него… Я клянусь… Мне больно… Но это моя семья… Извините… Я… И тут начинают… Подходить… Другие люди… Которые более, видимо, сведущие… В правилах… ПДД… Я вижу… Что у него… Лицо из… Растерянного… В какое-то… Агрессивное… Превращается… И мама… Видимо… Как хороший… Менеджер… Тоже это замедлила… Поэтому она быстро говорит… 50 давай… Я поехал… Вот так срубили в Магнум… Ой… Бабок по пути в Магнум… Прикиньте… То есть он дал 50 тысяч? Да… Ну, если ты стремишься к такой наглости… У нас тоже её нет такой… Наглости… Она… Купила мне… Сухие завтраки… Она говорит… Никому не говори… То есть ты уже соучастен… Да… И… Она всегда… Вот… В такие моменты… Она всегда выходила сухой из воды… Понимаете? Нет… Мне кажется, она тебе сказала… Кому-то расскажь… Я тебе подкину наркоту… У нас в багажнике труп… Как ты думаешь? На кого его повесят? Но… У меня почему-то так выходило… Что… Как только… Я даже если по незнанию… Как-то… По-хамски… Или нагло… Отнесусь к кому-то… Вот… Моментально… Кара небесная прилетает… Буквально… Моментально… Вот когда ты сказал «кара небесная»… Мы такие… Ну, это точно Семён… Возможно, это отработка кармы… За маму… Ну, короче… Карма, да, какая-то? Сразу… Да… Да… У меня это было на шахматном турнире… Я чемпион Житусуйского района… Среди юниоров по шахматам… Не спешите аплодировать… Это первая победа… Я бумажный чемпион… Я вас всех собрал сказать… Нет… А что означает «бумажный»? Ненастоящий… А, ненастоящий… Ненастоящий, да… Турецкое золото… На моей шее… Вышло так… Вышло так, что… Мы поехали на чемпионат по шахматам среди юниоров Житусуйского района… Это очень престижно… Ну, да… Знаменитый… Знаменитый чемпионат… Нет… Странно, что никто не засмеялся… Это не престижно, если что… Куда съезжается весь Житусуйский район… Четыре бабушки там примерно было… Да… И… Я сильно опаздываю на этот чемпионат со своим учителем… И… К сожалению, выходит так, что я настолько поздно прихожу… Что мне судья просто говорит… Ты сейчас садишься играть… Уже за третье место… Ну, я хотел… Твоя мать договорилась… Я хотел сказать, что типа… А может мне не играть… Просто отдайте мое третье место и все… Ну… Нет… Я сел играть… И я играю… И в пылу сражения… Я в какой-то момент… Ставлю фигуру… И говорю… Шах и мат… Потом опускаю… Глаза вниз… И вижу, что ни хуя не мат… Ты просто говоришь… Ты чё… А там стоял рефери… Это, видимо, физрук этой школы был… Где мы играли… И ему было так плевать на детские шахматы… Я… Я не могу сравнить безразличие в глазах ни с чем… Буквально… И как только я сказал шах и мат… И я через секунду такой… Понял, что не мат… И парень тоже понял, что не мат… И вот… Он просто утаскивает его буквально… И тот кричит… Нет… Нет… Меня подставили… А он… Нет… Ну… А… Я представил, как камера на меня переводится… Я такой… Дэм-дэм-дэм-дэм-дэм… И ещё один… И… Вышло… Вышло так, что… После того, как я это сделал… Я… Я тоже ребёнок… Извините… Я… Я не мог сказать… Извините, я не выиграл… Я что-то… Слишком резко всё было… И я люблю победы… И… И… И вышло так, что… Как только… Закончился… Этот… Чемпионат… Я выхожу на улицу… Идти домой… Учителя уже нету… Он сказал… Ты взрослый парень… И… В шахматах разбираешься… Сам дойдёшь… И меня сбивает машина… Мама… У этого пацана, которого я выиграл… Были права… Прикиньте… И он такой… Шах и мат, сушка… Не, если честно… На самом деле, нихуя не так было… В смысле, он тебя обыграл? Не-не-не… Ээээ… Меня не сбивало… Там просто… Там другая кара небесная была… Меня… Я думал, что более цензурно было… Хорошо, давай ты расскажи… Ты обоссался в это время… Мы же здесь какие-то писуны… Мне просто… Мне просто… Добро пожаловать в клуб в бой… Я просто не хотел, чтобы это была очередная история… Про… Про такие вещи… Но это она… Ты обоссался? А-а… Я… Буквально… Буквально четыре метра до дома… Я надеюсь, что это не будет… Логическая цепочка… Знаешь, типа трое… Четыре метра до дома… А-а… 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 То есть ещё одна испорченная пара обуви… Да… Слава Богу… Весна была… Я в кольцомах был… Штаны тоже… Кольцомы защитили… Хорошо… А банки там не было… Я не… Я не уверен в себе… Вот… Я не уверен… Я просто… В этой шахматной партии ты играл за чёрных… А-а… Против коричневых… Странно… Почему так? Я… На самом деле я шёл… И у меня было тысяча моментов, чтобы я зашёл в пустырь… И ничего этого не произошло… Но я настолько стыдился, что кто-то увидит… Э-э… Я очень стыдливый… Знаете, бывает вы… Тусуетесь где-нибудь в барах… Заходите в туалет… И там весь туалет грязный… Я… Беру бумагу… И начинаю всё вытирать… А ты думаешь, мы просто, блядь, садимся? Не-не-не-не-не-не-не-не… Что вы такие… А, кто-то обоссал… Да ладно… Не, не садится… Но парни же обычно просто такие… Ну, это до меня было… Я тоже, типа… Прости, прежде чем сходить по-маленькому… Ты вытираешь всё? Потому… Дело не в том, что я такой брезгливый… Потому что я боюсь… Что как только я выйду… И моментально за мной зайдёт человек, он начнёт кричать… «Ты чё? Обоссал тут, что ли, всё?» Вот настолько я боюсь осуждения, понимаете? Поэтому я решил донести свой коричневый секрет до дома. Но это была ошибка. Потому что мама, но она меня буллит жёстко начала. Она говорит, «Тима, ты седьмой б***ь?» Она говорит, «Тима, ты в седьмом классе?» «Ты чё? Дурак, что ли?» А у мамы жуткий рвотный рефлекс. И она просто, ну... «Уйди, уйди! Брось на улице это!» Ну, на самом деле, она подошла. И она не верила мне, она говорит, «Да нет, ты прикалываешься!» «Не-не, ты прикалываешься! Ты чё?» Она берёт, я говорю, «Нет, вот!» И она вот так вот... И говорит, «За тебя восемьдесят тысяч претендентов». Спасибо большое тебе за эту историю. Так, да, нам надо переговорить с редактором, кто модерирует эти истории. Нет, а ты ей сказал, что ты Олимпиаду выиграл или там уже это не помогло бы? Ну, она, она бы не... Если бы, мне кажется, я сказал, она бы не поверила. Она такая, «Ага, ага, блядь!» «Дурачок, блядь!» «Я в коррекционный класс отправил!» Ну, я для неё был в тот момент, типа, «Мама, я выиграл!» Ну, вот такой, типа, я... Радости полные штаны! А чё со штанами сделали? Вот он сейчас в них... Отбелили. А чё реально со штанами сделали? Это на ещё одну историю тянет? Я был в кальсонах и бедный. Как ты думаешь, что мы сделали со штанами? Букшот ничего, я завтра в них пошёл в школу. Я на мой размер... Знаете, как тяжело найти школьную форму? Я каждый раз приходил на барахолку, и Татешка прямо с захода говорила, «Ой, на этого мальчика у нас нет размера». А Татешке-то обычно... У нас нет ничего, во что можно срать. Давайте остановим этот потоп мыслей. Так, спасибо большое тебе, что рассказал эту историю. Вообще, в целом, ребята, вам огромное спасибо, что рассказали эти искренние истории. Я был лучшего мнения о вас, но... Шучу. Я всегда был плохого мнения. Короче, смотрите, у нас есть сейчас карточки с заданиями. Вам нужно будет до этого раздать друг другу баллы. Два балла даёте за хорошую историю, за менее хорошую даете один балл друг другу. Вот, я не участвую. Пожалуйста, Мадина, ты первая рассказывала. Мне... Я, короче... Я хочу, на самом деле... Я могу только два и один балл раздать. Да. Блин, я бы... Теймерлану... Теймерлан или Теймерлан, правильно? Теймерлан. Теймерлан. Хорошо. Железный. Хромой вот этот. Да? Ты это был. Я бы тебе дала два балла, потому что, по сути, тебе было два раза стыдно за всю эту историю. Даже три раза, типа, за мать, за себя. За мать не стыдно никак. И потом за себя перед матерью, да. Поэтому... Она в зале? Она сейчас там кого-то ещё раздевает. Просто ты послал туда воздушный поцелуй, там оператор засмучался. Не, она нам скажет за участие моего сына 180 тысяч гоните. Хорошо, 50. Да, короче... Я тебе даю два балла, а Малька... Ну, блядь, ну ты мразь. Нет, это... Это была её обувь. Да. Я тебе поставлю один балл, потому что всё-таки она не узнала всё-таки, что это вы. Поэтому я думаю, что ты просто... Она сейчас призналась. Да, тебе перед собой стыдно. Мне стыдно обо сей день. Ну ладно? Да, ну... Не обижаюсь. Не обижаюсь. Бля, я... Да, блядь, береги свою ову. Поможешь мне, пожалуйста? Алло, а? Завтра ты просыпаешься, и у тебя в одном нассон, а в другом нассон. Комбо. Короче, вот так. Ну, две истории... Обе истории классные. Но раз надо кого-то одного выбрать, я выберу Тимирлана. Я думаю... Ну, это мой выбор, блядь. Прости меня. Да, ничего такого. Да, пожалуйста, моряка, твои оценки. Мы примерно догадываемся. Блин, примерно я сейчас буду эти задания. Если честно, я говорю, у меня жизнь какая-то сплошная, скучная. Единственное, что я смогла вспомнить такого, помимо того, что меня один раз лесбиянка чуть не убила, но я не стала рассказывать. Лесбиянка чуть не убила? Да. Не, ну это не так интересно. Ну, мне не стыдно было. Прости. Это что за история такая? Ой, мы сейчас на два часа еще засядем. А, ну хорошо. Тогда просто проиграй. Короче говоря, шучу. Но мне понравилась больше история Мадины, потому что я супер представляла... Ой, вообще, если честно, две истории классные, вот кроме моей. Потому что реально это как мразь. А что делать-то? По полтора не могу дать? Нет. Блин, мне очень нравится, как ты завидуешь этим историям. Типа такая... Вот бы мне так. Вот бы я бабку ударила, блин. Ну, супер смешно. Но... Я дам два балла, один тебе. Спасибо большое. Ты не мразь. Да, потому что ты сбила какую-то бабушку там. Это было очень странно. Да, мне очень странно. Ну, а ты всего лишь насрал. Но история тоже прикольная. В кругу семьи все осталось. Пожалуйста, Тимирлан. Ну, я вот представляю, что бы мне было хуже, если бы меня ударили за то, что я храплю. Или нассали в ботинки. Примерно то и то уже было в моей жизни. Слушай, ну, если я сейчас даю два балла сюда и один балл, у нас ничьи? Нет, я еще даю баллы. А, опа. Я тогда сюда даю два балла. Туда даю один. И моя нерешительность переходит в голову коллег. Я очень надеюсь, что только нерешительность, что не вот эта вот кара небесная, что я сейчас кому-то дам баллы и потом пойду в туалет и не добегу. Короче, я думаю, что, простите, все истории были прекрасны. Каждая история содержала в себе какой-то стыд и ваши вот эти переживания, эмоции, загоны, когда вы такие, ааа, за столько лет с этим живу. Но просто так получилось, что именно в этой тройке игроков кто-то рассказал чуть более постыдную историю, на мой взгляд. И три балла я отдаю Тимирлану. Здесь мы еще поставим музыку, а мы можем как это, как в этих шоу типа X-Factor поставить, когда вот их лица и они переживают. В общем, я думал долго и думаю, что два балла получает та девушка, которая рассказала историю про то, как она ударила бабку. Итого, получается так, что, ну, Маляка, во-первых, тебе спасибо большое, что ты согласилась поучаствовать в этом шоу. Я сам, честно говоря, я думал, что проиграет Тимирлан. Вот, но он просто так вкусно рассказал эту историю. Очень. Охота попробовать, да? Я давно заметил, что между вами там искры. Вот, смотрите, теперь, Тимирлан, так как ты победитель, ты выбираешь наказание для Маляки. Да. Ой-ой-ой, давайте без вот этого, да? Без чего? А, все, отменяем. Я же сказала после вот этого. Ладно, что-нибудь такое не страшное, давай. Не мерзкое. А он даже не знает, он просто вытянет. Да, тут же. Там один веер мой упал просто. Сама? Нет, один веер упал. Один веер упал? А, сейчас мы, давай, он выберет сразу тебе веер. Пожалуйста. Вот, вот, вот. Здесь несколько сразу. Заберу. Ну-ка. Позвонить своим пяти друзьям и предложить выступить... Выступить. Профессиональной деформации, извините. Позвонить своим пяти друзьям и предложить вступить им в сетевуху вымышленную. А, это не во мне проблема, это написано хуй в локации. Извините. Все-все. Ты должна позвонить пяти своим друзьям, придумать сетевуху и завлечь их туда. Так у меня был уже опыт такой. Был опыт такой? Конечно. Пол семи в кюнете, вы что? Хотите, я расскажу вам. Так надо долго у этого, чтобы не делать вот этого. Хорошо, а как вы это отследите? Как оценим? Нет, мы потом уже будем подснимать. Да, мы это потом чуть подснимем, где ты отдельно сидишь и звонишь своим... Идти друзьям, да. Спасибо большое за участие, спасибо за нашу историю. С нами сегодня были Тимирлан Жолдыбаев, Мадина Байболова и Малика Иксо Иксо.